Евгений Головин Осторожные экскурсии в безумие Для друзей и почитателей Головина встречи с ним были сопряжены с тайной, с риском. Они говорили шепотом, полунамеками, осторожны, торжественны, как о безумных воежах пьяного корабля, путешествиях в роскошь грезы, нистовых шествиях, опасных плаваниях, в поисках тайного знания. «Люди жаждут интереса, чудес и осторожных экскурсий в безумие», — говорил Головин. Но для глубоких, азартных и чувствительных натур притягательность Головинских плаваний объяснялась чем-то безмерно большим. В них поднималась завеса над тайной, над тайной жизнью, ее горизонтальной и вертикальной полноты, над тайной ее пределов, тайной смерти, загадкой жертвы. Жертва, 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 жертва. Это черт знает, что такое. Это мистерии. Настоящие дионисийские мистерии проносилось в сознание или где-то рядом с сознанием тех редких избранных, которые пробирались внутрь Головинского вакхического действа. И вслед за этим подозрением Неофит попадал в волшебный мир сладостного безумия. Во вкрачивой пластике, в здешних интонациях, в ритмах поэзии, звуках гитары, песенах эскопадах метро. В пластике его свиты гризились отзвуки древних посвящений, фигуры и тени магических вторжений, знаки теофаний, тюрги и гаэти. И ново посвященный в обыкновенность своей жизни какой-нибудь научный сотрудник, литератор или просто аспирант, вдруг видел себя участником ослепительного сакрального действия, отменяющего все законы, границы, нормы и правила. Он попадал в атмосферу фонетии, в антураже которой, как утверждал Головин, только и возможно божественное присутствие. Тогда вялая плазма уличной толпы вырв вскипала силуэтами пьяных сатиров, восхищенных минат, резвых нимф, неистовых аэрофантов и еще бог знает каких блуждающих форм. Гномов, кабиров, саламандр, ундин или элементарий. Мир вспыхивал жемчужными пенами. И отзывался светло-зеленым эхом. Головин был великим демиургом таких мистерий. Пантомима региа. Драматический огон. Сквозь мираж времени я вспоминаю свои личные встречи с нистовой командой пьяного корабля, источающей отчетливый аромат умопомешательства и тайного одержания. После телефонных перезвонов нистовая процессия захватывала улицу с бутылкой портфейна, в нистовом аллюре, блестя глазами и вовлекая в свой лихорадочный бег прохожих. Ватага-гуляк в инфернальном веселье двигалась по московским бульварам на встречу с метром. Веселым, собственно, был их непрерывный воинственно-эронический диалог с так называемой реальностью, которую они за таковую не почитали, не в гроши не ставили и высмеивали самым драстическим образом. Компания была, прямо скажем, стрёмная. Таких в метро не пускали, в такси не сажали. Проход в метро во время городских Дионисий был истинным квестом. Незначительным испытанием считалось также сорвать флаг с какого-нибудь совучреждения, дать в морду какому-нибудь громиле, просто для агрессии, просто чтобы научить его головинской норме, что внешний мир нужно воспринимать как удар. Последствия экстравагантных экскопат могли быть весьма драматичными, но всё как-то сходило с рук. Дионисийская эспирация культивировала в Агетках необыкновенную лёгкость, гибкость, текучесть, бесплотность, нефиксированность. Он становился зыбкой тенью на эквилибриуме мирового становления, чем-то вроде неточного движения возможного, по выражению Догена, которое ставит человека воистину на шейке граун вселенского потока. Мыслить себя как точку, как индивидуальность, значит получить точно по морде. И если же ты двигаешься в целостном потоке, в вертикальной ориентации, то удар извне пройдёт мимо. Взыскуемое целое, целостное, единое, уходящее свои вершины в эпопатическое ничто, даёт спасительный шифт в самых мерзких ситуациях, которые готовят нам чёрные стражи Земли. Тогда, в Брежневско-Андроповской Москве, эта группа вакхантов выглядела феерично, безумно, но одновременно опасно. Но так она виделась посторонним. Со стороны серых улиц, банальных дней советских людей из 50-х. Войдя внутрь, вы погружались в восторг безрассудного восхищения, ясной этиологии. Как шоковый поток, в весну оранжевых листьев, в полёт скорпионов, в блеск волчьих глаз. Я помню, как, вернувшись домой после первой встречи с компанией, я сказала родителям, я искала это всю жизнь. Чем таким особенно было это? Облако одержимых, с фиолетовым блеском в зрачках, ангелов, облевлявшим своим соборным нет смерть мерзкому, изворотливому червю в восковом яблоке, в который превратился человек. Были ли они, как тогда казалось, ангельским воинством принудительной дейфикации мира? В некоторых ситуациях эти действия были похожи на комос, отсюда комодия или комедия, весёлую оптическую процессию хоредов после театральных действий дионисийских мастерий. Опьянённые вином, распевающие песни, танцующие дикий и чувственный танец сикиниду, они вели меж собой разгульные фаллические разговоры во славу производительных сил природы. Итак, Головинский хор летел сквозь город, подхватывал на каком-то повороте самого метро и затаивался где-нибудь в тихом московском дворике или на знакомой московской квартире. Принимая в себя толпу опьянённых адептов, эти квартиры, комнаты в сталинских коммуналках, безразмерные мастерские у художников, в зависимости от настроения, могли превращаться либо в особые магические зоныры, что-то вроде мест почитания богов, теменосов, пространств, пестования тайных внутренних состояний, либо в театральные сцены. На этих квартирах разворачивались действия, сопоставимые с драматическими постановками древнегреческого театра, с выходами хора, с дифферамбами Дионису, песнями или диалогами хора с его предводителем. Описание подобных московских праздников, которые нередко затягивались на несколько дней, представляется почти невозможным. Здесь можно обратиться к описаниям древних. В старину, писал Плутарх, празднования Дионисий проводились в обстановке всенародного веселья. Амфора вина, ветка виноградной лозы. Кто-нибудь приводил козленка, другой нес корзину в фиг, в завершение шествия – фал. Я не берусь описывать центральное действие главинской Дионисии. Его апофатизм все время отбрасывает сознание в до или после события. Само событие остается как бы за завесой. Может быть, эти строки приоткроют грацию одного из мгновений мистерий. На чайной розы кружат мотылёк, с чёрных крыльев слетает пыльца. Длинные пальцы наматывают клок, волос и вырывают глаза. Таков закон жизни, такова сумасшедшая ночь. Может быть, кто-то ещё расскажет об этих центральных событиях главинской мистерии. Ожидание за встречу с Головиной провоцировало бурную экзальтацию субтильной души. Тогда мне казалось, что я сама превращаюсь в Минаду среди бегущей сквозь город лес стаи волков. С бешеной смелостью, неизвестимой грацией, предвкушением войны и роскошной светлой драки, разумеется, ритуальной. В ней добывался священный огонь растворения. Кончают институты, создают уюты, мучительно ищут призвания. Но я иное дело, я бешеный и смелый, драка моё призвание. Я захожу в кафе, в пальто и галифе, вообще по классической моде. Ногой кому-то в пах, ножом кому-то в глаз, а бармену просто по морде. Плевать на карате, плевать на айкидо, плевать на увечья и порезы. Я в гости захожу и в тропях пальто срываю под музыку лезвие. Одних волнуют девки, других волнуют деньги, кругом безобразная свалка. Но в жизни есть одно, жемчужное зерно, роскошная светлая драка. И вот ножом в живот и провалился лёд. Ах, как ослепительно больно, восторжен в луну, кровавый небосвод, убитый, но очень довольный. Драка, как трюф агрессии, выход за пределы сегодня, как праздник, вторым полюсом которого является смерть, как прикосновение свободы, снятие последних табур. Я помню их сильные, уверенные движения, мягкую сдерживость, гибкий весёлый жестюэль, стакан, бутылки, стекло, пластику лесных зверей, какие-то кафе, брызги в глазах бухельчиц, улыбки уличных алкашей. Великолепная гвардия главинских учеников и прихвостней, влекомая к центру своего притяжения, нетерпеливом предвкушении взрыва энергии полноты, чудо превращено, пламени освобожди. Честь это было не шествием окрасов и сатиров в дионисийской процессе. Чем не Димаш, преисполненных силой, приближённых могучего бога? Но прежде всего это была война. С теми, кто назывались они. С их клейкой паутины факта. Производством стали, их портбилетами, ценами на рыбу и ценами на нефть. Головинская гвардия демонстрировала полное превосходство своего тайного знания, своего образа мира, наполненного сакральными смыслами, и воли к мифу, перед мифом расслабленного Савдефа, отдавшегося на милость великих богинь ночи, хтонических богинь матерей. В 1980 году мне удалось рассмотреть эту армию довольно близко. Приведу здесь один эпизод. Это был, кажется, 1983 год, когда в тихо рушащемся Савдепе открывались причудливые тропинки свободы, снимались ограничения. Тогда вдруг расцвело безмолвное искусство в фантомике. В бессловесном движении, там, где нет фиксаций слова имени, а жест неуловим и еще более чем слово многозначен и необязательен, протест казался радикальным и безопасным одновременно. Предперестроечная Савдепе освоила панораму как тот ценный жанр искусства, в котором смелость и осторожность, протест и конформизм могли безручно слиться. Позднесоветская интеллигенция всегда была бессловесной и бессмысленной, обладая при этом каким-то гадким черным иммунитетом, к любому пассионарному всплеску, восстанию, борьбе. Сквозь телу пантомимы она вознамерилась выплеснуть часть докопившегося яда, раздражения и усталости, но без особых истежий. Мастерские и ателье пантомимы тогда открывались во многих городах, проводились съезды и конгрессы, пока полулегально, но с перспективой. Мимы примеряли протестные ухвылки. Но тупая человеческая замороженность в логове великих материн заковала музыку истинного искусства в лед. И вот, мистерия растворения, исполненная учениками Головина на удаленной от метроплощадке. Эпизод войны маленького войска, напоминающего миниатюрную армию Дионисова в индийском походе. Войны интеллектуальной и убедительной. В своем хаотическом движении Головинская процессия, наверное, не случайно попадает в какой-то клуб в центре города, где полупротестная публика целомудренно унимает пантомию. Нечто вроде всесоюзного конкурса. На сцене некое цветочное действие любовной утопии. Тела переплетаются, встречаются, прощаются, устремляются. Пантомима вербально нема, но движение точно транслирует банальности дискурса минимального гуманизма. Со сцены звучит приблизительно следующее. Индивидуум – это гордо, каждый свободен, жизнь прекрасна. Далой тот аглитаризм, кровавых диктаторов, закрытое общество. Мы хотим света, открытости, свободы, трансгрессии. Мы хотим опасности. И свободы. Мы готовы встретиться со смертью, чтобы жить полнокровно. Банальный, освободительный, либерально-мещанский набор преддверия перестройки. За этим, впрочем, считывалось другое. Хочется за границей, модных вещей, больших денег, квартир, картин, трансгрессии, свободной любви, пьедесталов, звездности и славы. Можно немного смерти. Но от любви, знаете ли, как у французов. Встреча спектакля с существами из Дионисийской процессии закончилась неудачно. Несколько полуторамонистов. Кто-то из вакхов дерзко поднялся на сцену. Теперь на сцене царил человек в черном подряснике. Бывший питерский семинарист. Изгнанный с последнего курса за пропаганду православия среди хиппий. Умопомрачительно красивыми и строгими движениями он стал мирно двигаться по контуру большого квадрата, сжимая его периметр и превращая символическую фигуру элемента земли в странный меандр. Или нет? В лабиринт, закручивающийся к центру. В этом центре как раз извивалась пара, продолжающая свой васильковый диалог. Несколько агрессивных проходов со вскинутой в фаллическом жесте рукой. И танец лепестковых черных жестких объятий в центре. И любовники в испуге разбегаются. Завершающий жест руны Хагеля. Залп в недоумении. Гробовое молчание. Что это? Перепитие сценария? Футуристический выплеск режиссера? Нет, это война, провозглашает второй вакхант, резво вспрыгнувши на сцену. Это война миров, насеологий, людских типов, богов, ангелов, зверей. Это война человека с самим собой, со своей механикой, за свою душу. Битва со своей душой, за дух. Человек – извлекатель смысла. Он творец. Он бог. Спектакль разрушен. То есть приведен к своей высшей точке, к своему высшему смыслу. Легкий шелест недоумения в зале. Крики. Безобразие! Вы испортили спектакль! Пилицию! Вон! Третий вакхант подхватывает тему, разражаясь краткой нишанской речью о том, как пантомима должна стать пластическим прото-хаосом. А человек, пройдя три превращения духа, должен стать играющий младец, танцующий звездой. Мне казалось тогда, что зазвучала восхитительная небесная музыка, и звезды начали падать прямо в зал. Под жидкие аккоризменты и шквальный свинский бой так называемой приличной публики короли фактического парадиза дальними звездных сфер расправили свои крылья и взяли темное небо. Так, по крайней мере, это виделось мне. Далее их путь лежал на север. В Питер? Нет. Лучше в гости к одному юному русскому метафизику, а затем к Жене. К Женечке. 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 Приблизительно так плохо артикулированный дискурс диссидентского нового пантомимического театра был растворен и преображен в мистерию звездных сфер.